Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам одну историю, которая со мной приключилась лет 5 назад. Однажды моими клиентами стали цыгане. Когда мы договаривались о съемке, я показал им свои работы, показал свой фильм, свои клипы. Они это все мельком быстренько так посмотрели, сказали, что их все устраивает, цена, качество. Собственно, я отснял свадьбу и через какое-то время принес им на DVD еще тогда готовый материал. Они посмотрели и спросили, а где остальное видео? Фильм я им отдал длиной час 30 минут, то есть полтора часа. Они говорят мне, ты же снимал 10 часов, где 10 часов видео? И мне пришлось объяснять им, что я снимал не все время, не все подряд, даже не все там конкурсы, не все, что происходило вообще. Что там свет выключался и что я просто не мог физически снимать 10 часов и потом еще из этого что-то смонтировать длинное. Произошло это потому, что я изначально не объяснил клиенту, в каком формате я работаю. А клиент не объяснил мне, что он хочет получить в результате. Слава богу, конфликт этот завершился благополучно. То есть никто никому морду не бил. Но осадок неприятный остался и такая смешная вот история. Поэтому сегодня я хотел бы обсудить, как соотносятся ожидания клиентов с тем, что делаем мы. Очень давно, когда фильмы свадебные снимали еще на кассеты, на формат мини-диви, такого понятия, как монтаж, практически не было. То есть все снимали очень длинными кусками. Очень длинными кусками клеили потом фильм. И зачастую фильм получался 3, даже 4 часа. То есть его отдавали на 3, 4 и даже 5 дисках. Связано это было со многими причинами. Не было программного обеспечения для того, чтобы делать качественный монтаж и цветокоррекцию. Запросы клиентов были совершенно другие на тот момент. Никто не разбирался в том, что такое качественное видео, некачественное, что такое вообще монтаж. Любым сердечком, которое там в качестве футажа вставляли, мамы радовались и пускали слезу. Но как только появились первые фотоаппараты, способные снимать видео и давать крутую картинку с размытым фоном, многие операторы решили более креативно подходить к этому вопросу и снимать более качественно и делать более качественный монтаж. В общем, снимать на фотоаппараты было тяжелее, делать поливалово и снимать длинные кадры было практически невозможно. И это просто вынудило многих видеооператоров делать более короткие, но более красивые фильмы. То есть подходить к каждому кадру более тщательно, осмысленно. И вследствие этого нельзя было просто снять на фотоаппарат 10 часов видео и отдать 4 или 5 часов видео в фильм. Таким образом появился новый формат свадебного видео. Это короткий фильм. То есть по сравнению со старыми фильмами он был очень короткий, в 2-3 раза короче. Примерно в то же самое время к нам пришел интернет и все увидели замечательные западные свадебные ролики, короткие клипы. Естественно, все захотели себе такие же. И операторам пришлось осваивать новый формат свадебного продукта, короткий свадебный клип. Со временем даже фильм длиною в час оказался для наших клиентов довольно длинным и скучным. Они не хотели переслушивать повторяющиеся счастья, здоровья. Хотели получить более качественный продукт. И таким образом появился короткий 15-минутный фильм. И самое короткое видео, которое нам приходится делать, это одноминутный клип для Инстаграма, который тоже начал пользоваться популярностью. Таким образом мы имеем примерно 5 совершенно разных продуктов. Это очень длинный фильм, фильм примерно час длиной, короткий фильм примерно 15 минут, клип примерно 3 минуты, то есть под одну песню. И короткий клип для Инстаграма. Важно понимать, что каждый этот продукт решает разные задачи и удовлетворяет совершенно разные потребности разных целевых аудиторий. Какие можно сделать из этого выводы? Если для молодых важнее всего получить качественный и красивый клип, то вам стоит обсудить, что они хотят в нем увидеть. Если они хотят увидеть в нем все, то есть и банкет, и сборы невесты, и ЗАГС, или выездную церемонию, то вам придется совершенно поменять стиль съемки. На банкете вы не сможете снимать все подряд длинными кусками. Вам придется искать более интересные кадры. Соответственно, вы упустите что-то из виду другое. То есть, возможно, даже какие-то важные события. Но клиент получит именно то, что он хотел. Красивый клип с красивыми кадрами. Возможно, вы даже пропустите какой-то тост в этот момент. И к вам не будет претензий по этому поводу. Но если для клиента важно, чтобы были записаны обязательно все тосты, чтобы все там обнимашечки, поцелуйчики, поздравления, вот все, чтобы это шло длинными кусками, и чтобы каждый попал, каждый гость попал в кадр, то вам придется, соответственно, тоже снимать все совсем по-другому. И монтировать фильм тоже по-другому. Кроме того, что вы узнаете у клиентов, что хотят получить они, вы обязательно должны рассказать, что можете предложить вы. То есть, в каком стиле вы работаете, что у вас лучше всего получается. Показать подробно свои работы, объяснить, как вы именно снимаете там тосты, как вы их монтируете, как вы снимаете дискотеку, как вы снимаете выездную церемонию и все остальное, чтобы они точно понимали, что они получат в конце, после монтажа. Дело в том, что подавляющее большинство наших клиентов заказывает видеосъемку, да и фотосъемку, первый раз в своей жизни. Они, как правило, не разбираются в качестве видео, в форматах видео, в том, как снимают, на что снимают, как потом монтируют это видео. Также надо учитывать и то, что каждый из этих продуктов предполагает совершенно разный стиль съемки и даже разный набор оборудования. И вам стоит для себя определить и выяснить, какой же продукт у вас получается лучше всего. У кого-то лучше всего получается свадебный фильм длиною в час. Кто-то отлично снимает очень длинные двух-трехчасовые фильмы и очень быстро их монтируют, и их клиенты тоже остаются всегда довольными. А кто-то может снимать просто волшебные, какие-то феноменальные минутные ролики для Инстаграм, где будут использованы и вертолет, и какая-нибудь крутая тачка, и слайдер, и стедикам, и все остальное. И их клиенты тоже останутся довольны, даже если фильм будет не очень. Обязательно учитывайте все эти факторы при общении со своими клиентами. И пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях.